Трагедия в Красноярске. Попытка исполнить рискованный трюк на аттракционе стоила жизни 54-летнему мужчине. Всё случилось в комплексе, где прыгают на батуте даже дети. Развлечение считается вполне безобидным, если, конечно, соблюдать правила безопасности. Что пошло не так и чья в этом вина, теперь выясняют следователи. Репортаж Дмитрия Толмачёва. Весь ход событий можно восстановить по кадрам с камер наблюдения. У кассы развлекательного центра небольшая очередь. Каждому гостю выдаётся анкета с правилами посещения. Её заполняет спутница погибшего. Вот мужчина уже в батутной зоне, но простые прыжки, видимо, не слишком его интересуют. Через пару минут первое сальто в яму, заполненную поролоном. Но и этого мало. Мужчина поднимается повыше и выполняет уже обратное сальто. Завершить рискованный трюк ему не удалось. Находясь на батутной зоне, мужчина по неосторожности совершил некоторые акробатические движения, которые привели к тому, что он упал, повредил себе шейные позвонки и скончался на месте происшествия. Тот самый поролоновый бассейн на время доследственной проверки – это часть развлекательного центра закрыта для посещения. Аттракцион рассчитан в том числе и на взрослых, но, как рассказали сотрудники, погибший мужчина нарушил требования безопасности. Прыгая в яму примерно с метровой высоты, он попытался выполнить акробатический трюк, что категорически запрещено правилами. В правилах посещения этого аттракциона чётко прописано, как можно прыгать, а как нельзя. В мягкий бассейн разрешено падать только на спину. В случае нарушения администрация снимает с себя ответственность за возможные травмы. Почему мужчину никто не остановил, когда он выполнил свои первые запрещенные трюки? Хотя управляющий развлекательного заведения утверждает, что инструктор делал посетителю замечания. Все гости, которые на нашей территории нарушают правила, инструктора делают замечания абсолютно всем гостям без исключения. То есть, если это ребёнок, то мы, конечно, его выводим с игровой площадки и звоним родителям. А если это взрослый человек, то он сам несёт за себя ответственность. Как проводился инструктаж, пытались ли на самом деле сотрудники предупредить, что такие прыжки слишком опасны и насколько профессионально ему оказали первую помощь, сейчас выясняет следствие. Травмы на развлекательных площадках происходят с пугающей периодичностью. Для Вики Пимчевой стулокатание с надувной горки закончилось компрессионным переломом позвоночника. На спуске ребёнка просто выбросило на ограждение. Привлечь к ответственности владельцев горки пока так и не удалось. Они называют происшествие несчастным случаем. Как выяснилось, никакой сертификации или контролю со стороны госструктур такие аттракционы не подлежат. Проблема таких аттракционов, как батуты всякие, сетки, летом это водные аттракционы, то, что их не проверяет Ростехнадзор. Они не подпадают в перечень тех видов аттракционов, которые требуют допуска соответствующего. Соответственно, помимо этого, те собственники этих аттракционов, то есть те владельцы, которые устанавливают эти точки, они не всегда соблюдают элементарные правила безопасности. Мужчине, получившему смертельную травму в батутном центре Красноярска, бригада неотложки уже ничем помочь не смогла. Выдвинули ли его родственники какие-то требования к владельцам центра развлечений, пока неизвестно. Дмитрий Толмачев, Сергей Буркеев, Александр Каченко. Первый канал. Красноярск.